Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня 15 мая 2022 года. У меня сегодня психологическая привязка на Луну. На первом канале Анатолий Кашпировский. Антон Михайлович выходит на прямой эфир в 16.00, чуть раньше времени. Антон Михайлович, вот месяц за месяцем, 15 число, быстро-быстро двигается, каждое 15 число, психологическая привязка. Ну, давайте скажем, что у нас по времени, мы как-то вышли с графика, обычно мы 18 часов делаем, как-то приемлемо и для Запада, и для Востока. Пришлось отступить. Очень приятные люди, друзья мои в Казахстане, пригласили побыть парочку дней там. Ну вот мы решили поехать. И сегодня мы улетаем в Казахстан. Но в аэропорту, в аэропорту, я думаю, что мы сделаем еще одну передачу. Она будет по второму каналу. А это сегодняшняя передача, она идет по первому каналу Ютуба. Вот. Ну, так как неожиданно для многих, все привыкли к какому-то стандарту, 18 часов, тут 16, наверное, сейчас людей мало. Да, сейчас мало. Но они присоединяются сейчас. Нет, то, что присоединяется, это другая песня. Вот то, что сейчас, сейчас можно что-то сказать важное, а потом те, что присоединятся, для них надо заново что-то говорить. Давайте мы пока так несколько отвлечен. Давайте мы с вами между собой поговорим. Да, может только сейчас вопрос. Иногда, вот, когда с Леной выступаем, мне нужен кто-то из собеседника, но очень тяжело, когда в пустую, когда ты никого не видишь, когда ты трудно, ну, с кем, надо видеть какие-то лица, что-то надо видеть, с одной стороны, но опыт, воспоминания и так дальше. Вот. Ну, давайте поговорим. Привязка на Луну. Как вы думаете, это реальность или это просто разговор какой-то? Я считаю, что это реальность. Что? Я считаю, что это реальность. А как вы думаете, это будет что? Гипноз? Ну, Антон Михайлович, я не считаю так, но многие пишут, что вот эти даже ваши сеансы, они гипноз говорят. Да, гипнозы, которые не есть сеансы. Например, когда мы с вами разговариваем, на кухне здесь, это что, сеанс? Вообще, все на свете сеанс. Дайте я сначала прочту то, что мне прислали из Калифорнии, близкий человек мне прислал собственное сочинение, такое выражение. Луна, иногда заглядывая в наши окна, заставляет любоваться ее красотой. Но, абсолютно неожиданно пришло время, когда для спасения миллионов людей, она теперь будет заглядывать не в окна, а в недоступные тайные глубины естества человека, явившись для всех бесценным и вечным подарком. Это можно сказать, что до свидания передайте закончено, потому что все сказано. Но теперь же надо привязать. Ну, смотри, сколько существует человек, Луна-то раньше возникла. И люди смотрели на Луну, и стихи сочиняли, и влюблялись, и расставались, и битвы происходили, и раненые были. И все, Луна смотрела, вмешивалась в жизнь человека. Естественно, что вмешивалась. Почему? А потому что приливы в тех местах, где большие водоемы, на берегах океанов, морей, приливы. Это я сам лично видел и поражался. Как так, что, скажем, на Сахалине, я уже однажды в одном из таких рассказов, которые я пару раз выставлял на своем сайте, называлось «Ребенок на три дня». И мы ехали вдоль Татарского пролива, по его западной стороне. И водитель говорит, ой, можем опоздать, потому что сейчас прилив, а вон три скалы, три брата. Мы, конечно, успели, но эти три брата возвышались над поверхностью воды на где-то 21 метр. И вдруг вода поднялась. Вода подняла. Представляете, на 21 метр вверх такая толщая воды. Луна. А как так? Как она притягивает? Да потому что все связано. Луна связана с Землей, с Венерой, с Марсом. В прошлый раз мы говорили о том, что Нептун, который на расстоянии 4,5 миллиардов километров, он связан с Землей. Случись что-нибудь с Нептуном, на Земле будет плохо. Наверное, смерть наступит. Если бы, допустим, взорвался Нептун, он огромный очень, его масса где-то в 16 раз больше Земли, и что тогда? Потому что все-все связано. И вот в нашем организме тоже все-все связано. К чему я это говорю? Обстоятельства заставили меня обратиться к Луне, и уже я не могу без этого быть. Потому что мы имеем результаты вот этих наших лунных передач. В чем будет состоять все наше взаимодействие? Если так просто смотреть на Луну, и что? А ничего. Надо привязать к чему-то. Поэтому как-то так интуитивно те, кто занимался скажем, попытками загипнотизировать человека, или что-то сделать, я помню в Харькове, как показывали, вот я посчитаю до трех, и ваша рука будет подниматься вверх, а ты ничего не говори. Ты просто смотри на человека, уставься на него, если у тебя есть чем уставиться, если у тебя глаза есть, выражение лица, если ты похож на мужчину хоть чуть-чуть, и ты смотри, а от него поднимается рука. Нет. Он делает предусловие, привязку к чему-то в будущем словам его, каким-то пустым совершенно. Я посчитаю до трех, и ваша рука начнет подниматься вверх. Пауза потом. Раз. И сопровождение. Ваша рука начинает шевелиться. Два. Она шевелится все больше, вы чувствуете, как она приятно потеплела, и вообще вам стало тепло слова, которые стали классикой, но ложной классикой. В конце концов, у некоторых рука поднимается кверху. Считается, что это человек внушаемый. А что к внушаемому? Имеет это что-то общее с гипнозом? Ничего. Я уже несколько раз упоминал Ивана Петровича Павлова, ведь он был всего-навсего физиолог. У него не было общения с огромными массами людей, не было опыта влиять на них как-то так чисто психологически, чтобы у них что-то происходило с физиологией. Нет. Он блистательную фразу сказал. Кто путает гипнот с внушением, тот расчищает дорогу мистики. Вы знаете, как-то так случилось, что вот наша психотерапия в Советском Союзе возникла в 30-е годы, и основателем ее был Константин Иванович Платонов. Я его застал в Харькове в каком-то году был в 1963-1964 году в Харькове. Он еще был живой. Вседушный. Ну, естественно, 87 лет. Но видно, что от природы тоже он такой был. Ну, не того образца, какие бы он неатлетического, не такого, что-то в нем убедительного, внушающего нет. Ну, он написал несколько книг, и в одной из книг было так. Гипноз основной ствол психотерапии. Это как-то люди усвоили. Кто? Те, кто занимался психотерапией. Значит, гипноз основной ствол. А что такое гипноз в переводе с греческого? Сон. Гипноз основной ствол. Да не ствол он, раз. Это я уже говорю с вершины своего опыта и невероятно длинной дороги общением с огромным количеством людей в момент своих популярных оздоровительных передач, которые я проводил начиная с 64-го года, где-то по нынешний день. Слово гипноз хорошая информация, да. Значит, слово гипноз сон очень сильную перчатку как для психотерапии бросил выдающийся человек, умница, Казимир Маркович Дубровский. Тоже застал я его, ему было 80 лет. Какую же перчатку он бросил? Он отшвернул гипноз и сразу нажил страшных врагов на кафедре психотерапии, поздравляемой в то время профессором Бельбовским. Он не применял гипноз для лечения заикающихся. Нет. Казимир Маркович Дубровский прошел такую сложную дорогу, о нем не мешало бы раз за другим разом говорить и в тюрьме просидел, на него навесили чуть ли не звание врага народа, потому что он по линии науки переписывался за рубежом там несколько раз и все-таки не согнулся, спокойно был, сдержанный, и заложил такую основу лечения заикающихся за один раз. Ну, я не буду на этом останавливаться, потому что есть еще лучше, за пол раза, за четверть раза, за пять минут можно заикающихся, скажем, в условиях моих выступлений избавить. Это, по-моему, к нам приезжал, когда у нас были выступления в Москве, кажется, с Новосибирской человек. Ты помнишь тогда? С заиканием с Краснодара проезжал. А, с Краснодара. он заикался всю свою сознательную жизнь, где-то пятьдесят с лишним лет. Избавился от заикания за пять минут, или за три минуты, прямо сидя в зале. Такое было. и до сих пор прекрасно разговаривает. Но не буду я не о Дубровском, не буду я Дефирамбо петь Казимиру Марковичу Дубровскому. Хорошо вспоминаю Платонова, но так легка коробит книга его название. Слово как физиологический и лечебный фактор. Лечебный чего? У вас проходит псориазм, это лечебно? Некоторые говорят, а ну коснитесь этого, коснитесь другого. Как коснуться? Словом? А у вас проходит грыжа, не пройдет. А если сказать, ваша грыжа проходит все быстрее и быстрее, а перед этим взять вас и начинать вводить гипнотическое состояние. Скажите, пожалуйста, а вот вы слушайте меня, а вы могли бы кого-то ввести в такое состояние гипнотическое? Я нет. Кто сказал? На руках пемья не задержала? Сдержала. Одно и другое, правильно? А вот так укачила и было? Нет? Они мимо меня прошли, потому что я в дороге с вами была. Любая мама, когда ребенок плачет, берет на руки и его укачет, ааа, поет песенку, дитя засыпает и все, они это все просто делает, но являет это состояние сна спасительным, я не ухожу от темы привязки на луну, но я хочу выкорчевать или вырвать из голов людей слово гипноз. Гипноз, внушение. Внушение это другое. Это другое? Конечно. Ну вот тут написали, почему говорят, что слушающие Кашпировского внушаемые, я слушаю, потому что лично знаю людей, которых он излечит. Внушаемость то есть ни при чем. Когда люди начинают нырять не в свою сферу, даже тот, кто написал, так лучше не ныряйте. Я, например, не выхожу сюда к сварщикам, рядом с нами дом строится огромный, и не даю совета, потому что я не сварщик. я никогда не дам совет хозяйке, которая готовит какую-то еду, а мне дают советы и начинают свое придумывать, что угодно. Если бы гипноз, а что такое гипноз? Это по-гречески сон и все. Психотерапевты, особенно, когда они неопытные, а второе, когда в них нет своей логики, нет введения вечности, понимания общих законов, они могут говорить про гипноз, про внушаемый. Внушаемый – это кто быстро заснул. Если ты очень устал, едешь за рулем, и ты, дорога тебя, так сказать, гипнотизирует, ты можешь заснуть на там основанной аварии, но это не значит, что невнушаемый. Если бы, если бы у нас было что? Что? Если бы все признаете, что гипноз заснул и ствол психотерапии, как писал Платоном, вот, я думаю, что он вообще нигде, кроме Харькова, не был. У меня такое впечатление. Это безобиднейший, интеллигентнейший человек, который никогда не был в гуще людей каких-то, где приходилось выживать, что-то навязывать свое или избегать навязывания со стороны. Нет. Весь мир спит ночью, хочешь не хочешь. А почему столько много больных? Значит, сон не спасает? Так зачем к ним обращаться? Гипноз – это сон. Ой, меня не берет. Что? А я не засну. Ну, хорошо, ну, пусть вы заснули, но это не значит, что вас пройдет лысина. Все спят. И лысые спят. И патенты спят. Аденолопростаты спят. Ну, все спят. а не проходят. Какое количество людей умирает от разных заболеваний? Я имею в виду в основном телесные заболевания. Там, если кто-то раздражительный, кто-то там мнительный, страхи спят, высоты, там, темноты, это не болезнь, это такая структура человека. Ну, я даже написал такое выражение когда-то, не будьте жалкими среди жалких. Ну, что ты боишься высоты? Будь осторожен. А что ты темноты боишься? Ой, я не пойду в погреб, там темно. А я боюсь мышей. Ну, так что с этого? Ну, давайте будем внушать, что они не боятся мышей, и это вам никогда не удастся. Кто боится, мышей будет бояться до конца. А я имею в виду ткань, кожу, сердце, легкие. И как сделать так, чтобы у человека что-то вернулось? Моя философия сложная, не для сегодняшнего дня. не для завтрашнего. Извините, это не самолюбование, а это трезвая оценка. Вот у меня три книги философских есть. Так? Скоро будет еще одна дополнительная, но не в этом дело. выступая в городе Тарас, но и решил обратить внимание на людей, страдающих простатитом, аденомой простаты. Мужчины как-то реже приходят, то ли видят ущемление своей гордости, или чего, но куда ты денешься, когда у тебя аденома простаты? Куда ты денешься, если ты простатитчик, объявленный, и уже жена тебя видеть не хочет. Такое тоже бывает. Так? Зал был наполнен, обычно с первой, первые дни-то люди так не очень приходят, потому что средства массовой информации так испоганили меня всякими чумаками, всякими придумками, и всякими другими невежными в сфере психологии, что сколько на меня навесили вранья, но это другая песня. А проходит там неделя, и уже залы полные. И тут-то я делаю что? Кто тут с простатитом, аденомой простаты, ручку поднимите, поднимают. Антон Михайлович, можно я перебью вас? Это Уральск был. Уральск? Да. Уральск. А как будто в Таразе такого не было. Разве не падали мужчины? В Таразе было. Но я помню четкий эпизод, когда на сцену вышло примерно 100 человек. Да. Они стояли в шеренгах и образовали квадрат. Вот так есть так подумать. Вот стоит шеренга, один, два, вот так, это сцене. Я перед ними. Что я сделал? Я сел спиной и спиной к ним. Ну и что? Не потому, что моя рука какая-то особенная, а потому, что сама ситуация общения с людьми в течение целой недели перед этим и в конце концов мои дела давнишние, которые были сделаны, операции, все прочее, это вызывало определенный настрой. Я махнул рукой, они попадали. Они падают друг на друга как угодно. Пишут, а руку выставляют, а они не заснули, они не спали. почему этот сон въелся в мозги дорогие друзья. Ладно, они лежали, самое главное, что, когда падают люди, а это самое главное, что они лежат неподвижно. Я помню тогда, у нас было по три выступления в день, два бесплатных, всегда, 10 лет мы выступали в Казахстане, бесплатные выступления, а то многие пишут, бабло, бабло, тебя бы столько бабла до конца дней твоих, сколько я имел, ноль. А мне интересно было выступать, это все мое бабло. Правда, третье вечернее, оно предназначалось для того, чтобы заплатить аренду. Людей мало, раз чуть-чуть заплатить приходилось, то надо аренду заплатить. Дальше, люди, которые со мной приехали, гостиница, питание, все. Ладно, лежали эти простатитчики два часа. Никто не шевельнулся, это же был какой-то, 1125 раз, что они падали на улице, на троллейбусных остановках по 70, по 80 человек, в машине сижу, взмах рук, он падает, это было где-то, кажется, куда приезжал академик Михайлов? В Белую церковь. В Белую церковь. Да, в Белую, на остановке автобуса, мы ехали позавтракать, а тут толпа стоит, давай махать руками, нас, нас, я махнул, они попадали, они лежали целый час. Да, я свидетель. Вот, что самое главное, когда они лежат неподвижно, вот это да. Они полностью все понимают, и вот, они, когда со мной прощались, я потом вернулся, мы там немножко пообедали, и поднимаем их, включаем прощальную музыку, и вот они потихонечку идут, их там на ступеньках страхуют, чтобы никто не упал, и один такой мужчина, лет, наверное, 65-70, наклонился, и так заговорчески, тихонько, а вы знаете, а я не спал, а перед этими раз 20 сказал, что мое дело исключает какие-либо сны, ничего не дает, иначе все человечество, которое ночью спит, было бы здорово, ни одного туберкулённика, ни одного горбуна, ни одного лысого не было бы, потому что он спит. Но он, этот эпизод, Анатолий Михайлович, у нас есть на Первом канале. Что? Ну, вот этот мужчина, как подошел, Иван сказал, а я не спал, а ты за, кто снимал тогда? Это ролик есть, Стас снимал, я монтировал. И там это есть, да? Он такой говорит, я не спал. А что с ними делать? Ну, вот они, они пришли избавиться от простатита. Какой-то процент, довольно значительный, есть. Сколько угодно было таких, которые избавились от аденомии, и так далее. Редкие, потому что простатит, диабет, это, пожалуй, самое сложное, что в моей практике есть. И он так и не усвоил. Он остался с мнением, что нужно было спать. А кто же ему так винтил в голову этот шуруп? А? А есть еще такие, это уже, это, то есть, веяние Запада. Чтобы вы знали, Америка абсолютно ничего не знает, в сфере психологов ничего не знает о человеке. Ну, ничего! У них не было Толстого, Пушкина, Лермонта, Джек Лондон был, ну, да, но таких глубинных писателей не было никогда, как в Советском Союзе. Ну, и что? Советская психотерапия. Где-то такое лобовое столкновение между Павловым и создателем сферы бессознательного лечения. Кто? А ну, Гуля? Фрейд! Зигмунд Фрейд! Был далек от бессознательного, как я сейчас, от Нептуна, примерно, потому что не зацепил ткань. Ну, и с этим сном. Измордовали меня каждый раз, а меня не берет, я не сплю. Но, вы знаете, то, что я ему тихонько, я ему ответ сказал, но я был на взрыве, человек очень эмоциональный. Это хорошее качество. Супер! Ну, вы знаете, что, ну, дураки надоедают. Очень. Есть другая сторона медали. Дураки надоедают умным в отношении психологического воздействия. Каждый встречный он, ну, дураком нельзя назвать, но он слепец. Ничего не понимает, не знает. То, что где-то услыхал какие-то невежды из среды жалких журналистов типа Парфенова. Это вообще пацан в сфере журналистики в отношении, скажем, психологии. И тоже свое кукарекает и пишет что-то. Кто ты такой? Один и другой. Они так измордовали мое учение. А я всего шесть передач провел по Союзу. Ну, ладно. И вот они с этим сном. И когда ты им это все говоришь, не надо, не надо. Сеанс давайте и пишут друг другу. Включайте, смотрите на такой-то минуте, когда будет музыка и когда я буду говорить что-то. А что я буду говорить? Я загланированно буду привлекать их к тому, что у них проходит адренома, что у них нормализация давления. Где-то по три минуты я так делаю, когда выступаю в больших аудиториях. Вот они этого хотят. А когда я начинаю объяснять и сюда в комплект объяснения входит что? Никакого сна не надо. Психологическое воздействие со сном не связано. Это ничего не дает. Как бы ты крепко не спал, ты не сможешь человека различить. Это ничего не дает. Это не база. Они этого не хотят слушать и пропускать мимо. Почему? А слепцы, умственные слепцы в этом плане, нет, может быть, они хорошие водители, может быть, они прекрасные электрики, а может быть, он директор завода, тот, который ко мне подошел. Но не похоже на директора, но человек, который прожил большой кусок жизни, что-то видел, слышал, что-то умеет и так далее, и так далее. Но глупость сказал. И все они вместе взятые перед вечностью, полные, абсолютные слепцы. Что бы ты ни делал, а твое приходит время, твой час и тебя нет. А твое время какое? Человек. Ну, что? Это высшие такие достижения. Кстати, не так давно я интересовался, сколько же столетник в России? 20 тысяч. Не знаю, сколько сейчас. А 120 уже никого. Так вот, есть твой потолок. Но люди умирают раньше и 60, и 50, и 45, и прочее, прочее, потому что они получают болезни. Ночами не спят, но сон их не спасает. Поэтому мои объяснения, они очень важны, в том числе и сейчас. Что вы рано всегда знали, что никакие сны, никакой сон не является гипноз, а гипноз не является сном. Так вот, я хочу сказать, что невежды, и как я сказал, дураки, ну хорошо, если ты сто раз объясняешь человеку, и целой толпе, они на своем, они условия старые, глупые, неработающие, они не хотят слушать умных. То есть умные глупцам надоедают, а другая сторона медали какая? Вернее, глупые, умные надоедают, а другая сторона медали. А глупцам надоедают умные. Все. И вот сейчас они думают, когда будет сенат. Да никогда. Привязка на Луну? Да привяжут так, чтобы мама родная не оттащить за руки за ноги. Луна это навечно, знаете, будет работать. Потому что я, когда я умру, я еще лучше, больше, второй раз буду рожден в своем деле. Потому что ту дорогу, что я прошел, да, у меня есть. Моя философия, которая изложена, это должна быть ваша, вашей книге. Можете не брать, мы кое-каким посылаем, даем, а мне все равно, если даже никто. Они будут востребованы потом, когда человек поумнеет. Философия важна. И поэтому я буду действовать всегда. Потому что правильно соблюдаю законы мироздания. Законы мироздания соблюдаю и этими же законами стараюсь одолевать законы. умирания. Ну, допустим, есть такой закон, что аритмия бывает у людей. Очень большое количество людей. А как остановить? Таблетки? А если не работает? Какая-нибудь нагрузка? но у нас сколько мы делали передачи? Я включал трехминутки по избавлению от аритмии. Я уже имею случай, когда люди по 20-30 лет не имеют аритмии. А сколько исчезло рукцов? На сердце даже. Даже и такое врожденные пороки сердца. Бывают случаи. это никогда не умрет. Но как сделать, чтобы он умер не сегодня, а где-то 95-90, ну 100, ну хорошо. Или чтобы он пришел к своему 90-летию, столетию с прической. Болосы, что были, родные свои. Откровенно говоря, обижать тебя не будете? Можно сказать, Гуля, я скажу. Дорогие друзья, ну меня бесят лысые, знаете, ну не могу на них смотреть. Раздражает, ну, наверное, у меня такой вкус дурной. Ну, представьте себе, лошадь без гривы. Вы сядете на такую лошадь, вы захотите лошадь? Лошадь без хвоста. А цыгане покупают лошадей. Сразу открывают ей рот и смотрят, зубы есть или нет. Нет зубов, не берут. А вы, девушки, охотитесь за беззубами? Вам нравится беззубы? Нет. Потому что уже от такого производителя его наследственность будет надавать, что дети тоже будут где-то в сторону. Генетика такая. Поэтому пускай не обижаются те, кто лысоват, мало ли что, где-то во флоте был, облучение и прочее. Но они меня раздражают. Особенно в сфере психологии. Как только я вижу лысого психолога, вот, ну, зачем ты вышел? Зачем ты там несешь ахинею? Знаете, недавно один назвал, мы еще к нему, мы вернемся к этому человеку, его никто не знает. но он сказал, Кашпировский 30 лет назад, не 30, а 34, трансовал всю страну. Что такое трансовал? Я сказал, что в Америке в отношении психологического лечения сплошной ноль. У них нет. Они выходят болтаны. Помните, я недавно приехал один и рассказывал, как разбогатеть. Он за несколько дней огромную сумму, несколько миллионов взял от дураков. Пришли, чтобы их научили, как разбогатеть и платили большие деньги за билеты. Молодец он. И кто разбогател, он один-единственный среди них, который разбогател. Кто? Ну, он же. Ну? Он же один-единственный. А, единственный, кто разбогател. Но он и да, это имел опыт. Он красиво разговаривает, очень убедительно умеет говорить эмоционально. Он не делает так, как некоторые делают. Некоторые психологи делают, знаете как? Ну, как можно влюбиться в этого человека? Как можно идти за ним? Вот сидеть и так вот так. И все, значит, и руками вот так. Если чумак вот так делал, ну, черт с ним, с этим чумаком. Ну, а вот это? Я знаю несколько. Только выходим, что-то рассказывают и все. И люди пишут. Ой, вас Бог послал. Бог послал. А вы его почему не пошлете туда, подальше? Бог послал все на сцену. Никто никого не слал. Вот так вот. Челысый. И все. И люди этих слушают. И глупость нарастает. В Америке по поводу психологии паналя. Вот такие, как этот человек приехал и всех надурил, потому что никто же не разбогател. Он красиво говорил, говорил, как надо поступать в тех, других случаях. Но кто-то запомнит. Если нет твоего жизненного опыта, нету острого глаза, ничего не будет. Так в этом не зря там и появился, а Советский Союз клюнуло на этот крючок, думал, что там очень жирный червяк. Никакого червяка не было. И возник эриксоновский гипноз. Я не хочу умолять этого человека. Я ему сочувствую. Игорь недавно уже. Он был сам болен. Он сидел в кресле. Вот. Он цветами различал. Очень был изношенный. Изнутри отражалось снаружи. Никакой такой мужественности не было. Никакой убедительности. Просто так блябной бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Такое скучное. Я не хочу умолять его. Но это назвали эриксоновский гипноз. Клиники не имел, ничего не имел. Никого и не вылечил фактически. Уговаривали, чтобы не было страшно. Ну как обычно сейчас очень много психологов развелось. За три месяца ты психолог. И несут каждый свое. Что может. Бла-бла-бла-бла как говорят. Эриксоновский гипноз. И он на фоне всех остальных болтунов вел слово транс. Что такое транс? Гуля что такое транс? Оно зрители напишите транс это что? Сейчас напишут что так думают. Транс. Ну надо понимать так это не рыба и не мясо. А что такое не рыба и не мясо? Что такое съедобное или несъедобное но не рыба на вкус берешь не рыба и не мясо. Так это не сон и не бодрствование. А если ты уставший так это что уже транс? Нет. Кашпировский 35 лет трансовал и этот недалекий человек так охарактеризовал что это было трансование какое? Посмотрите передачу. Кстати он когда я уже выступал то он где-то только недавно оторвался мимо горшка. ему где-то 10 лет было. Ну сколько там горшка бывает мимо горшка и так дальше. Человек неопытный но я не хочу мы будем о нем говорить когда мы вернемся с Казахстана и на втором канале за шкирку вытащим этого человека которого ума на копейку озлобленности зависти и желание заработать на целый пуды. Вы сказали так давай нам привязка на Луну Анатолий Михайлович сегодня вас тоже в гипнозе самый главный гипнотизер ждет. Кто? Под названием самолет. А самолет? Ну и что? А что время уже? Нет Вы же всегда приводите пример что самолет это и есть тоже гипнотизер. Ну как многие засыпают в самолете сколько мы летаем то скажем наши ребята они всегда засыпают потому что нечего делать гул самолета ну как сказать гипнозом не является фактором что вызвать у человека сон море усталость переработал много уставший есть произведение где описывается люди которые на шахтах работали а потом подали в сон не могу вспомнить название это произведение где описывается Демидову и как каторжно работали люди на его заводах крутится в голове название путно пир каторжно забыл но давно давно это читал и один из Демидовых был шутник поэтому он подловил на слове одного рабочего тот говорит эх упал бы и не спал бы неделя а тот уговор даем тебе возможность спать если неделю будешь спать не проснешься то будешь освобожден крепостное право было нет будет будет плеть он двое суток спал не просыпаясь а потом проснулся богатырь руки вскинул а тут наблюдали за ним и сразу налетели скрутили 200 200 ногаек порвали кожу и все ну вот тут пишут каменный пояс про Демидовых как каменный пояс каменный пояс каменный пояс замечательное произведение просто шикарное ну ладно идем к луне ну вот вы спросили про транс очень многие написали как они думают что такое транс это сейчас уже пробежала транс это гипноз транс это альфа состояние самогипноз опять же гипноз опять же омрак что что омрак омрак нет похмелье это кто что пишет так транс это идиотская придумка инвалида который сидел почти всю жизнь в коляске уважаемого Эриксона не хочется мне в нем дарить какой-то минус но ну что чего только не придумаешь в коляске когда ты сидишь и когда ты никуда не ездил никого не видел не общался ни психиатрии не знал ничего ну надо было разнообразить свой разговор каким-то уходом и ведь я тоже сейчас ухожу от какого-то непосредной привязки на луну дайте я вам что-то расскажу сейчас еще качество прелюдия время имеем еще чуть-чуть чуть-чуть да Амброс Бирс американский писатель рассказ человек и змея в дом натуралиста а есть такие которые дома держат всяких зверей животных и все и прочее и диких и каких угодно и птиц пришел товарищ не застал сел где-то там в прихожей давай передействовать книгу и стояла какая-то какая-то кровать стояла большая он нечаянно посмотрел туда и увидел там змея огромная змея мелькнул а что если она к себе меня потянет и проглотит она была огромная не успел это подумать как у него раз и рука упала с поручни креста за ней вторая и он уже давай сопротивляться но не мог он падает на пол он на четвереньках приближается к этой змеи не дополз скончался умер через какое-то время приходит хозяин какую картину видит на полу лежит мертвый друг а под кроватью чучело змеи вместо глаза которые были пуговицы от башмаков а как это назвать сложные пути сложное название только давайте пускай в нашем лексиконе навсегда будет отсутствовать слово гипноз а еще больше транс это транс это такой нарыв это такой прыщ на теле истины поэтому когда вы будете слышать слово транс а наши быстро подхватили почему Америка и взяли быстро наведение транс спросили покажите на практике наведите транс на кого-то что значит транс не признаю я этого так этот недалекий человек вот очень живописный со своими такими вот жестами отвратительные жестами надоедает страшно даже не понимает что он этим может раздражать любой однобране раздражает женщины смотрят думают кому-то нужен такой вот раздражает и лесина на три четверти головы все и молодой на 40 лет почти моложе меня привязка на луну луна сейчас это есть то от чего я спасаюсь ну как спасаюсь она вытесняет во мне все на чашу весом мечты я уже не раз говорил а самое главное что я сил обстоятельств вынужден был туда отправить ну конечно условно говоря свою дочь и поэтому когда я кому-то подписываю книги я подписываю тут согласно там вот первый том первая часть это можно назвать том такому-то кому-то и расписался да вторая а вот третья последняя вот эта которая зеленая такому-то я кому-то пишу или таким-то вот нас с Леночкой Луна и Еленой и роспись это уникально потому что тут есть фотография вот это видно хорошо да очень видно хорошо Луна и Елена папа я не буду заниматься твоим делом нет в Канаде сказала лучше на Луну меня отправи лучше на Луну но никогда не буду заниматься а тем не менее своего знакомого излечила вот такого страшного заболевания с глазами но он не один был в ее да а вот Альбина если она сейчас смотрит передачу из Калифорнии из этого из Майами она тоже приводит пример онкобольного который смотрел кассеты о сопровождении Ленонова так сказать комментарии и так далее и так далее поэтому Луна мы уже имеем довольно большую статистику о чем что люди смотрели на Луну слушали ее музыку как сопровождающий фактор и избавлялись от чего от того от чего можно избавиться теоретически и очень часто практически это прежде всего издевши к соединительной ткани хорошо вот давайте вас проверим на логику на математическое мышление как вы думаете что такое мозоли на руках допустим вы подтягиваетесь на турнике или там занимаетесь гантелями или мало ли что какой-то труд совершаете ладонь у вас какая мозолистая да и как мозоли навечно или как нет со временем бывают исчезают они проходят а что такое мозоли соединит на ткань а что такое рубцы соединит на ткань значит если на ладони проходят то напрашивается вывод что можете на сердце а как подвести к этому ну сначала ты будь кем-то так просто приязка на Луну дядя Ваня не сделает его спросят а кто ты такой ну кто такие откуда взялись дружина взялась за нагайки нет а толпа берется за слюно течения и каждый никто не имеющий опыт а зачастую образование воспевается ой слава Богу вы к нам пришли вас Бог послал Бог посылает всех куда в яму и никуда больше в вечность но поют песни поют песни болванам откровенным которые говорят слово транс говорят что спать а это факторы которые мешают если вы будете им держать в голове транс слово транс если вы будете доверять этому американскому психологу врачу Эриксону несчастному этому человеку наберите на интернете такой Эриксон сеанс Эриксона и больше вам комментарии излишни я не хочу тут как-то заразствовать но мне искренне жаль как он бедный мучился самим собой коляска плохое зрение и так дальше но когда вы посмотрите на то что он говорит это называется эриксоновский гипноз ну вздохнете и тоже пожалеете его но тем не менее наше общество быстрее ах Америка Америка давай сюда они же умнее да не умнее они что касается психологии психологию в Америке наберите в интернете и вы увидите сотни всяких дядечек прохаживаются на сцене Т2С с привкусом религии иногда без религии и несут ахинею болтают болтают а те резиновый урод смотрят вот и все знаете фриз родился толпа рождает уродов уроды рождают толпу понятно толпу последователей таких своего уродства в Харькове Казимир Маркович Дубровский вышвырнул гипноз добился успеха за что его дружно возненавидели слово Дубровский произносить было в Харькове в 64 году как наказание а сами гоняясь за этим гипнозом ну как же загипнотизировать и прибегли к чему к наркогипнозу откровенно вводили о металл натрия и на фоне ведения внутривеного ведения о металл натрия говорили а вам приятно вы тяжелее тебя вы засыпаете спать все хватит а теперь побегайте туда-сюда и все потом когда начались случаи поражения я не буду говорить что много но осложнения были потому что врачи избегали поручали медсестре она так раз два три переборщила а то взял и умер и сейчас вы нигде не встретите наркогипноза наркотик это пугало еще то но для того чтобы человек уснул давать ему наркотики это просто преступление а преступление вызывает сон а зачем сон мне не спать вот вы сейчас сидите не спать будет играть музыка не спать а взять телефон телефон взяли подошли к окну луна ну и слушайте музыку потому что мы эту музыку дадим музыку Леночкой дадим у нее несколько очень сильных мелодий это брал из огромного количества ее произведений и все что вы будете чувствовать ничего ну может быть душевное такое не то что потрясение но не что такое у вас подникнет не знаю что я вам скажу вот что как я в свое время заболел не то что заболел но тогда ожило то что потом оно повзрослело во мне получилось так что мамин брат мама фамилия Хмельницкая и вот когда закончилась война ее братья два брата на фронте отец мой на фронте и наконец все вместе сезжаются куда село Ставница прямо на Ставница через мост Меджимур отца Междубужья через другой мост Требуховка золотые места и мамин брат старший брат очень красивый породистый все они Хмельницкая были очень породистые я даже меняю с фотографией моей прабабушки которая прожила очень где-то далеко за сто лет но не в этом делом и вот старший брат его звали Казимир Казимир Николаевич привез жену а его прежняя жена с нами была в эвакуации тетя Дуся 9 человек было и сын ее от Казимира Богдан был Богдан Хмельницкий как я хотел чтобы вдруг он когда я стал известным что он мне нашел встретиться мы ходили в садик мы были одногодки он был бойкий бойкий крепкий мальчишка а я был боязливый честно говоря я на дерево а он там внизу и вокруг него 10 человек и там он командовал всеми Богдан Хмельницкий мы расстались с Казахстанью и все больше никогда не виделись а дядя взял другую жену тетю Дуся отставил и вот приехала она Фаина где-то было лет 17 а нас так набралось много в этой ставнице в двух комнатках одна маленькая маленькая другая больше и все бабушка святилинов веретено было ткало пряжу два брата мой отец две сестры мужа одной из сестер ну где-то чуть ли не 15 человек детей то было сколько там целая куча и все жили в одном помещении и Фаина Михайловна ее полюбили всем полюбили она по национальности была еврейка все ее любили до самого последнего часа который был не так уж давно и что она начала петь когда начинала петь я чувствую что со мной что-то делается такое такое какое-то блаженнейшее чувство где-то не сексуальное нет но где-то так на расстоянии как до этого самого до Нептуна чувство какое-то такое еще не оформишься ну сколько мне 5,5-6 лет я падал там на 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 топчан и слушал как она поет слезы текли по ему лицу я не выдерживал я хотел чтобы она пела 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 я еще не знал что придет время когда я сам осмелюсь тоже там немножко что-то напевать так вот и музыка Леночка она такая она была очень тонкая тонкая чувствительная девочка такая она пошла так сказать в меня генетика была хорошая у нее и мама и мама до сих пор ее густящие волосы но у меня немножко остались свои не парик а то Мишу скажет просто парик и у Леночки были невероятно густые волосы я таких больше никого не видел ну вот и все такое вступление теперь что а теперь ничего теперь мы будем делать что привязка на Луну чтобы Луна вызывала у вас что Гуля что Луна будет вызывать у нас сегодня вот а компонент музыки что именно одно слово скажи мне возрождение а точнее воспоминания да память нормальности память и нормы дорогие друзья в 91 году в Сан-Франциско я делал доклад даже два один доклад 20 минут потому что мы по дороге потеряли этот доклад который сделали в Киеве а руководством это был международный конгресс психологов 20 стран мира и я там впервые провозгласил во всеуслышание про матрицу памяти нормы это заинтересовало и мне сказали да вы тут по-английски плохо вам помогали по-русски давайте сделайте доклад за ночь и чтобы завтра завтра я даю вам час и я час за ночь мы сделали доклад заново вот Сергей Дмитриевич Максименко который со мной профессор академик и это доклад был принят так что матрица памяти норм воспоминания матрицы памяти норм собой а какая матрица памяти норм какая ну вот слепой женился на слепой но матрица то в нем сидит или нет только не матрица горя его пустословия а запись вот а вот это допустим книжка она имеет матрицу Голя имеет матрицу какую ненормальности нормальность есть закон что она может гореть может может а где этот закон ее тканик этой книги она может гореть дальше она если порезать на части несъедобная ты не поправишься ничего это тоже память закон такой есть это бумага и ты не не станешь сыт и это тоже лист бумаги закон он не вечный это лист бумаги он тоже может гореть его можно разорвать в клочья правильно а где закон где закон что листок может гореть вот мы часто идем около дома стоят клумбы цветы одни цветы красные другие голубые листья зеленые а где записано а где записано это зелень ну почему а как делается вот деревья стоят из чего они сделаны древесена это твердая вещь с чего она берется по какому закону давайте вспомним знаете кого Менделеева я считаю это один из самых нужных и выдающихся людей который был записанной историей не говоря уже о Никола Тесла который номер один ну что будем вспоминать нормальность чего только неосознанно нормальность глаз если слепые поженились то дети рождаются какие зрячие правда а если безногие женились на безруких то дети с руками рождаются ногами а вы кто а что с вашим желудком не тот но записанную возьмите женитесь или найдите какую-нибудь девицу делайте ребенка и у него будет желудком хорошо значит у вас эта память закон есть есть подвластность этому закону и вызывается во время наших занятий которые нельзя называть трансовыми за это язык надо вырвать говорить что Кашпировский 30 лет назад трансовал это же надо идти до такой тупости человек не знающий что такое что такое эта тема высказывает я не люблю когда уродуют научную тему все равно что дважды два пять ну нет дважды два четыре нет дважды два пять с половиной нет дважды два четыре а вот такие с такими движениями они говорят что пять с половиной все понятно вам ничего не надо хотеть кто у вас враг Гуля кто их враг сейчас ум сколько сколько их смотрит 3440 человек 3440 так кто ваш враг ну в относительном смысле помеха ваша какая главная ум почему а закон есть вот есть закон что дважды дважды четыре да есть а есть закон что тело него должно подчиняться уму а если будет подчиняться то что будет вы начнете этим пользоваться а вы может быть себе сделаете что а может быть вы превратитесь вы мужчина в женщину а тут стоп мироздание говорит стоп начинает Нептуна и глубже за миллиарды километров стоп закон ум телом владеть не может механические движения грубые да это механическое а микроэлектронные движения никогда популяция человека погиблого поэтому не хотеть не стремиться не желать почему а потому что вы хотите желаете кем чем умом я однажды сказал такое мысль есть зло тертулиан я разговаривал в это время иногда разговариваю с этим приятным милым человеком талантливым он написал где-то 80 книг это просто невероятный какой-то человек фига бомбушкар я так уважаю и люблю его это очень молодой и так далее он нет это другой сказал я говорю да но потом давай искать и так и сяк мысль есть зло тертулиан древний мудрец но как он так проник в этом мысе и зло да в одном плане хорошо было бы чтобы ты владел собой ты бы сделал что убрал бы себя болезнью ты бы сделал себе программу что ты будешь жить бесконечно долго не стареть и у тебя будут все зубы и у тебя не будет непотенции что тебе не надо очковывать исчезнет горб и все прочее и ты нормальный будешь хорошая сторона но увы мироздание караулит нет ты не доулетаришься что ты будешь жить долго и болезни будут ты начнешь себя изменять ты захочешь 6 пальцев ты захочешь 10 пальцев а ты захочешь стать кроликом кроликом как писал Будда я помню себя еще козленком это же надо я помню себя еще козленком высотки вновь своих песен высмеял это но смешно никто все козлы люди все живое все мертвое уходит вечность навсегда приговор мироздания и само мироздание тоже не вечно оно тоже разрушится но мы этого знать не будем предполагать потому что было время когда не было мироздания а что было закон правильно Библию пишется сначала было слово суть вещей неправильный перевод а потом если так думать ну наверное так иначе же откуда оно взялось а кто то сделал а кто а кто сделал того кто сделал ну идем дальше все надо громче включить уважаемые зрители если музыка звучит громче то это хочу я и мне полезно для меня а не для вас ой надо громче надо тише но как попасть в середину есть много глухих есть много которые очень хорошо слышат где середина золотая вы же должны слушать музыку на луну будете смотреть смотрите а потом потом вы будете смотреть на луну включили взяли свой телефон включили и слушаете и на луну смотрите а что вы будете чувствовать ах вы хотите чувствовать электроны никогда ой я ничего не чувствовал а что ты хочешь чувствовать ну я не знаю ну тепло ну холод что, ну, дрожание, нет. А ну-ка, уважаемые, а ну-ка, прислушайтесь себе, присмотритесь. Вы же пока сидели со мной, ваши волосы стали чуть-чуть длиннее на какие-то микроны. Чувствовали? Нет. А те, как онкология, а вдруг ваша опухоль стала уменьшаться, она не вдруг, а начала уменьшаться. А я не чувствую. И вы что делаете? Барьер, вы уничтожаете программу. Мысль есть зло, сказал Тертульян. А Игорь Бобушкар сказал, что он сказал другое. Есть такие сподвижники в сфере науки, в сфере познания человеческих глубин. Просто им памятники при жизни надо ставить, таким людям. Я только думаю, как он написал 80 книг вот таких вот толщины. Вот это что? А у него одна книга вот такая толщины. Он привез они неподъемные. Да, это книги не можно тренироваться, на бицепсы качать. Это тоже на бицепсы, но это мало. У него вот такие вот 80 штук. И не просто там болтовня. Там такие ныряния в историю, в глубины. Вспоминаются разные люди, которых никто не знает, забытые имена, а он их возрождает. Я просто поражен. Теперь сделаю еще. Помолчи. Красноречиво. Помолчи. Лунная привязка будет работать каждые 15-е число. Никто не спрашивает, почему 15-е? Народ. Или вы уже в трансе? Нет, многие знают. 15-й день рождения Леночки моей. Вот это меня держит на белом свете. И не только это, а сама Луна меня очень заражает интересом к ней. Не буду повторять лишний раз. Уже не раз говорю. Дадим время. Мечте. Я себе дал 7 лет. Для того, чтобы не развалиться на куски, Тагуля знает, что я каждый день... Говорит, что пропускает день хотя бы? Нет. Я делаю очень серьезные упражнения. Одни связаны на функциональную устойчивость, дыхательную систему. И давление. А второе, это чисто такого... Ну, прошлого, моего, спортивного прошлого. Все вместе. Надо держать форму. Мухаммед Али, знаете, что я сказал? Я уже говорил. Чемпион должен быть красивым. Мухаммед, а не красавец. Весь мир любит его. Брюс Лир. Ой, как давно умер. Весь мир обожает. Но какой красивый. А другие? Бимол или Бимол? Бивол. 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 Я считал, что мне не повезло с фамилией. А вот ему повезло. Короткое, но нельзя бы я говорить. Красавец. И чемпион. А Ломаченко, это второй Высоцкий внешне. Вы знаете, недавно к Ломаченко, он лежал в госпитале. Он дважды олимпийский чемпион, он дважды олимпийский чемпион Ломаченко. Кстати, он и Усик мне подарили боксерские перчатки и оставили свои артовки. До сих пор лежатки его нельзя забрать. Вот такие из-за этих событий. И сам Шварценеггер, прошу. А Шварценеггер какой красивый. Ван Дан обожаю. Считаю величайшим актером. О, сколько есть таких людей, которые я просто умираю от любви к ним. Потому что я очень влюбчив в красоту. Меня красота притягивает. Красота тела. Не важно, мужское, женское. А какие дети бывают красивые, приятные и умные. Ой, как все это интересно. Оно все под угрозой сейчас. А будет ли оно дальше? Уцелеет ли мир? Люди дошли до электронов. Глубоко. Атомная бомба. А еще? А водородная. А еще дальше? И тогда Нептун может развалиться на части. Если Земля развалится, Нептун будет плакать. Не говоря про Венеру, эту девушку. Я романтизировал свои выступления и все. Сколько рады бывало. Вот скажем, в Ялте выступал. Проводил выступления и в санатории там был, в Донбасс. Ложусь на балконе, на кровати, на поперек Болтона. И влюбленно смотрю. Горянчик себя завел. Три, семь девиц, большая медведица. Как они издевались надо мной, не передать. Особенно одна. Я их превратил в животных людей. А как и мне подкалывали. И стимулировали. А потом как радовались. Большая медведь за то иногда смотрите на нее. Но Луна, она вот, а родная, она близкая. Я думаю, что впереди у подножия. Я у подножия, я знаю, что у подножия. Самое большое, что может быть, что никогда не было и никогда не будет, если не состоится. Я не буду говорить, что. И все во благо людей. Потому что, если достичь своего пика, в своем деле, ткань это уже такое вот. И то я добился чего? Мы же дистанционно, правда? А если больше дистанции? А если на все времена? Много всяких есть. Когда будете смотреть на Луну, не загадывайте. Ой, что бы меня прошло. И не смотрите на мой палец. Ой, мой палец делается такой. Кстати, одно слово скажу. Мне вчера напомнили, что очень много сообщений есть. Когда я в одном из выпусков онлайн сказал, что у кого кольца на руках, но снять не могут много лет, то посыпался огромный список людей, которые поснимали пальцы, с пальца кольца. Потому что пальцы имеют тенденцию становиться нормальными. Слушайте сюда. У меня есть одна очень хорошая родственница. Я так люблю повторять ее слова. Она на Украине живет. Она постоянно... Слухайте суды. Так, слухайте суды. Маша. Да, Машенька. Машенька. Я очаровательный человек. Слушайте суды. Колечко. После нашего занятия мне откладывали долгий ящик. Вот так берете. Раз. И сюда. И писать мне. Смотрел про Луну. Слушал. Вышел на балкон. И там ехал в машине. Я вышел с машины. Потом я пять минут посмотрю, послушаю. Просто на Луну. Но музыка улучшает от этого. Мы говорим, спасибо, финиша. Вы скажете, а может быть там еще что-то. Да все. Что у вас проснется, то и будет. Дайте организму самому решить, что должно стать больше, что должно стать меньше. Пуститесь в свободное плавание. Только не дай Бог гипноз, не дай Бог сон, не дай Бог вера. Люди верят умом. Не надо мне верить. Я в вас верю. Глина не верит в скульптора. А скульптор в глину. Мы не будем нарушать этот закон. А бумага мне верит? Нет, она не имеет такого органа. Но я в бумагу верю. Я могу ее сейчас сжать, могу порвать. Могу с ней сделать самолетик, как урган сделал. Я его никогда не прощу. Как он поиздевался над Девятаевым. Мой лично знакомый Девятаев, Михаил Девятаев, как в своей передаче, он с другим, а актер как Поперечин или как? Не, не, не. Ой, не помню. Хороший. Хороший такой парень. И в последнее время как-то он немножко другой стал. Говорит, а ну давай мы сделаем самолет. и посвящалась передаче Девятаеву герою Советского Союза. Может быть без него и не состоялся бы полет в космос. Не зря Королев с ним туда ездил, на этот остров Узидон, где были разработаны проекты ракет Фау-1 и Фау-2. Прилучный. Прилучный. И этот мальчик Прилучный, который мы всегда любовались и обожали, и вдруг идет на такое с этим ургантом, этим таким полуклоуном, полу, я не знаю кем. И они делают такие два больших самолета. Я стоял, думаю, что он творит? Что он творит этот? Потом запускает вот так вот. Хи-хи-ха-ха. Даже это надо такой пинка давать, чтобы он летел аж туда, до той самой далекой планеты. Ну, наверное, пришло время, что его убрали с первого канала. Убрали, не убрали, но... Пока нету его эфиров. Он талантлив. Он талантливый человек, но вот эта черта язвить, подкалывать людей. Ну, ладно, пускай про меня ты пишешь, что Кашпировский лечил. Кавычка. Только слово Кашпировский не в кавычках. На мое имя переживут и мое дело твоих пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра двести тысячи раз правнуков переживет. А тебя никто помнить не будет. Клоуны, кто долго не помнится. Вот я делал самолет. Есть закон, что с этой бумажки можно делать самолет. Иногда я выступаю, мне говорят, он там зарабатывает, бабло. Я говорю, да, я вот тут в Казахстане был, в этом городе, в другом, и я уже заработал на самолет. И так хорошо и играем. Люди начинают верить. Показать вам, да, а у нас же самолет я беру и запускаю. Вот мой самолет. Вот что тут заработал. Не потому, что я такой цацца и такой, знаете, бессеребренник, но я и не есть тот, который так рвется за такими приобретениями какими-то. Знаете, что, я сегодня гайки хорошо закрутил, я ходил около, я был охотник. Он говорит, почему? А охотник? Давайте, давайте зайдем в дом, в хату охотника. В 6 часа утра охотник собрался в лес стрелять зайцев. Приходит сосед, начинается охота или нет? Или охота когда? Когда нажимает на курок? Нет. Охота начинается в 6 часа утра. Сосед пришел. Ну что? Заправил машину, заправил. поедем? Поедем. О, не, давай позавтракаем. Охота? Охота. Едут. Сколько? Час, полтора. Охота? Охота. Наконец, в лесу. А где зайца? Нет. Пошли сюда. Нет, пойдем лучше сюда. Ищут, ищут. Наконец, где-то там, близко, близко к этому, какого-то зайца увидел. Охота еще нет. Охота как? Закончилась? Она продолжается. А когда они возвращаются назад с пустыми сумками, охота? Охота. Они обсуждают, ах, надо было так, надо было сяк, вот мы лишнее выпили, надо было не выпивать. Я здесь сколько-то длится? Целый день? А может и во сне дальше длится? Как? Может и во сне дальше длится? А во сне, да. Ну, во сне, то, что мне выступление сняться, это сто процентов. Сто процентов сняться. Вот. Спортсменами часто снятся, потому что часто смотрю и обожаю. Ну, дорогие друзья? Пускай послушают. Не хотеть, не стремиться, не желать. Никаких слов, никого транса. Дайте мне плоскогубцы, я буду вынимать из головы этот гипноз. А вот этим дамам, которые распространяют про гипноз, пишут, так бы по одному месту шлёпнул бы пару раз. Ну, не буду смотреть, пишут, а о 16-ом можно? Ну, смотрите, но не каждый день, но можете посмотреть. Ой, я не попала на прямой эфир. А это что, кривой эфир? Все эфиры прямые. В записи то же самое, но абсолютно идентично. Понятно? Книги заказывайте, чтобы были полноценные, чтобы у вас результаты были полноценные. Люди потихонечку начинают уже ориентироваться в этих книгах, в этих выражениях, там, обобщенное представление о о о вечности. Ну, будем еще возвращаться, книга. мы поедем скоро в аэропорт, у нас еще время есть, и оттуда где-то в 7-8 на второй канал. что? Анатолий Михайлович, тут пишут, может, они думают, что вы улетаете из-за этого. Уважаемые зрители, московские выступления состоятся, они будут проходить 23, 24, 25 мая инфекции 3. И кто с аллергией, принесите аллергены в этом, в марле, чтобы можно было дать вам понюхать. А если у вас духи, принесите духи. Если у вас аллергия на стиральный порошок, 3-4 ложки столовых стирального порошка в марле. А если аллергия на мужа, есть такое? Есть. Я знал одного, которая была аллергия на собственную фуражку. Бывает аллергия на деньги, на металлы. На доллары, именно. На что угодно. Может, на меня есть аллергия. Нет, на меня аллергии нет. Потому что вы чувствуете, что я с вами искренен, свободен и не соблюдая какого-то такого канона, только вот это спать у вас прошло. Стоит так сказать, ничего не пройдет, а так пройдет многое. Ваш организм будет диктатором вашим. Я знаю, что он диктатор. Сначала сделал вам минус, теперь будет плюс. В ожидании плюсов и в ожидании ваших комментариев. Я часто комментирую комментарии. Сегодня с четырех где-то до семи комментировал комментарии. Ну, немножко, так сказать, резко. спрашивают, у меня аллергия на солнце, как я принесу? Очень просто. Вы будете стоять, к вам подойдет мой человек, возьмет вот обратно, вспышка и все, достаточно. Врасплох не застанете. Мы уже прошли и на солнце, и на киву, и на что угодно. Всего вам хорошего. Помолчим, подкарина играет, а мы напрощаемся. Да, Горя? Да, если все удачно мы пройдем, все коридоры в аэропорту, то мы на втором канале выйдем в эфир. А вы знаете, что в прошлый раз мы еще неделю назад больше? Нет, три недели назад мы уже делали по пути. Мы уже надо билеты, потому что это наши очень ценные друзья в Казахстане. Очень ценные. И тот раз и не пропускают. Нашли у меня, что я не выездной. что я имею долги. Какие долги? И приплели черное что. Ну, не знаю, как так получилось, но, короче говоря, нас не пустили. Нам пришлось вернуться. Потому что якобы у меня где-то какой-то собственности в Ялте, никакой собственности нет. Ну, пока разобрались. Нет, ну, я сразу, что я сделал? Я сразу позвонил своему другу, уважаемому очень человеку Сергея Викторовича Жорина. Ну, и он это делал вместе со своими ребятами, они очень хорошие ребята. Саша, там есть такой уникальный адвокат. Что-то решил? Это вторая попытка. Не, не попытка, это точно. Когда Жорин что-либо делает, там же никаких Нет, вторая попытка вылететь. Ну, вылетим. Но обязательно там в аэропорту с вами поболокаем, как говорят на Украине. Я хочу сказать спасибо Андрею. Сегодня Андрей из Киева, Андрей Игнатов модерировал, помогал нам. Сегодня девочек нету. Ох, да. Ну, как девочек нету? Нет, Татьяна, у нас... Татьяна сейчас смотрит передачу. Татьяна смотрит передачу, с ней разговаривает. А от Татьяны Захаренко, она не предупреждена. Не важно. Елена смотрит. И очень многие смотрят. Я хочу, кстати, расширить круг своих помощников. Есть такие удачные комментарии и поправки делаете, кто-то неправильно пишет, чтобы они отозвались, чтобы они дали свои координаты. Мы им позвоним и будем дружить. Сделаем целый круг хотя бы 10, потому что с этими комментариями целая возня. Такое пишут, такой темный лес это ужас один. Ну все. Всего хорошего. До свидания. До свидания.